Сейчас перенесёмся в Одессу, там в суде взял слово Николай Романчук, заместитель губернатора Николаевской области, который обвиняется в коррупции. Давайте услышим его. Свидетели, вы останавливались, покидали машину, вы уходили на перекур. Я был один в машине, был полный нож. Поэтому вы знали, что я знал, что Левченко, который взял деньги, Левченко, который работал вместе непосредственно сегодня с нашим обвиняемым, он сбежал. Но шансы у меня сбежать были, но я был вместе с вами. Я никуда ни разу не покинул машину. Все вопросы, которые вы мне задавали, на эти вопросы отвечал. Все вопросы, которые нужно было решать, я их решал. Но появился второй шанс. Мы проехали в Одессу. В Одессе мы работали по многим вопросам, которые были связаны с отравнением тех задач, которые вы решали. Вы оставили меня возле больницы. Одного в машине за полчаса в Одессе ночью. И если я имею право сбежать, а когда мне сегодня говорили журналисты, почему вы не сбежали, я был вместе с вами, я от вас не выходил. Я не выходил не потому, что мне плохо или не плохо, я просто хотел быть вместе с вами, чтобы разрушить эту справу, которая есть по местам, найти виновных. И за то, что есть виновных, этих виновных привлечь ответственность. Привлечь, потому что они сегодня в действительности нанесли урон сегодня уже в самом процессе. В данной ситуации процесс того, что они обвинили. Есть люди, которые абсолютно непричастны, но человек, который обвиняет, не знает человека, кто тебя обвиняет. Поэтому, уважаемые, Ваша честь, еще я спасибо, первый, что человек говорит, Вас. Я уже сказал, у меня забрало на сегодня все. То мальон, я как я працювал 40 лет, я и працювал 41 лет. Я весь час працювал. Весь час працювал, меня вас сейчас питают, а чому у вас только много денег, чему у вас только много золота. Это не есть вопрос, это вообще не вопрос. Есть первый зарплат, который я получал в последние 40 лет. Если их докупо заложить, то это очень большая сумма. Это те деньги, которые дают мне право сказать и дополнить, что это я заработал. В последний год я был в отпуске в 95-м году, когда был начальником цеха. А потом, в последний год я был в 2006 году. Больше я в отпуске не ходил. На сегодняшний день я працюю три года как государственный службовец. За три года я ни одного дня не был в отпуске. Чему я это делаю? Потому что я понимаю, что за мной это я люблю. Потому что я понимаю, что каждая сегодня копейка, которая проходит сегодня до Миколаевской области, это инвестиции. Что дают инвестиции для меня? Что дают инвестиции для всех тех людей, которые живут в Миколаевской области? Это рабочие места. И основным своим правом, основным своим далечимым я враховал, что это рабочее место, которое дает возможность сегодня развивать Миколаевскую область. Других вопросов. Перед тем человеком, который для меня обратился, я не стал. Но я ему сказал, что мы поможем тебе ввешать эти документы. Мы поможем тебе подготовить документы. И есть сегодня законодательная база. Законодательная база, которая каже, что есть администрация. Законодательная база, которая каже, что есть областная радость. Как, чем, каким чином можно поспорять оформлению этих документов. В этой справке есть документы, которые беспредельно подчиняются или оформляют, как первая заместница. Есть служба экологическая, есть такой МАЦ Анатолий Дмитриевич, который оформлял все документы, чтобы они были комплектны к той справке, которая называет эти документы. И встречается с МАЦом, этот человек, Максим Александрович Ламазин, сказал, что тебе очень важная людина. Я с ним полишу все вопросы, но разговор с ним, он не то, что поставил праву, что ты мне что-то дай. Даже вопрос вообще не было, что нужно что-то дать. Поэтому, когда я встретился в Соколову и передал Соколову Ламазина, я не знал, кто такой Левченко до последнего своего рабочего дня. Я был, бачу его, я был незнайом, я бачу его, как человек, который там находится, находится. Поэтому я какой-то был переговор. Чи я мав контакт с Левченко, это вообще на сегодняшний день, не какая-то дейсность. А поэтому даже думать, что я могу на этой справке заработать какие-то кошты, чи я могу от той людини, которая пришла, чтобы я ей допомогу, взять эти кошты, это вообще ни разу никто никого не разговаривал на эту тему. Но я сказал, в самом начале сказал, что для меня очень важная и неисцинная сегодня права область Миколаевского. Поэтому до Ламазина, после Ламазина, не я буду, но мои следующие руководители будут працювать над возрастом Миколаевской области. Ваша честь, я бы очень просил вас, очень просил вас, разглядеть это вопрос, это очень непростое вопрос. Я понимаю, что это вопрос непростое. Воно немного политическое, немного свидетельшее. Воно на сегодняшний день непростое. И принять решение, я просил бы, в рамках чиновного законодательства. В рамках так, как вам подсказывает закон, чему так нужно вернуть на эту увагу. Потому что у меня, как я сказал сначала, нет уже ничего. Забрало все. Но есть надея, что меня почуют. Есть надея для того украинского народа, что он не сгубит, не сгубит эту остальную свою веру в людей, в чиновники. Веру до влад, веру до чиновников, веру до президента, веру до премьерного города, что народ не сгубит. И вы принимаете правильное решение, в рамках чиновного законодательства. Послушали моих адвокатств. Они говорят, что мы имеем право. Мы действительно имеем право. А вы на сегодняшний день. Я тоже прошу вас и имею право. Захищать меня. Захищать меня, как вы сегодня, той высший орган влади, который вырешивает судьбу, жизнь человека, как вы говорите, что Бог лечит душу. И лекарь лечит тёго. Вы сегодня лечите життя людьми. Я был вчера и позавчера в лекарне. Я не говорю, что я не был. Но я был в лекарне, где лекарь сказал, тебе меньше тиждень ты нужна, чтобы лечился. Не я это придумал. Это життя придумал. У меня здоровье каждый день сьогоднее колебется. И я был на грани инсульту. Это записано, это сказано. Но на сегодняшний день я просил бы еще раз сказать, что я не звинувачиваю лекарей. Они сегодня так работают. Я не звинувачиваю никого. А вы просил бы еще раз допомогти мне в том, чтобы мы разом с вами разобрались и приняли правильное остаточное решение по моей дальнейшей судьбе, по моему дальнейшему життю. И еще раз хочу сказать и доповести. Ни разу, ни одним чином, ни разу ни одному человеку я не сказал або не поставил ультимат, где мне деньги. Я сказал, и у вас еще буду сказать. Я готовый працювать, я готовый допомогать и решить вопрос. Поэтому, когда он пришел до меня вчера, проколол и сказал, что я тебе должен учить повестку, чтобы ты пришел до суду, я сказал, что нет вопроса. Но он говорит, телефон, телефонуй. У меня не было телефона. Я даже в той справе, что на сегодняшний день есть.